Всем привет! Сегодня будем готовить пасхальный кулич. Это базовый рецепт сдобного теста, с которым справится даже новичок. Кулич по этому рецепту получается воздушным, влажным и долго не черствеет. В рецептуре сдобного теста от 1940 года используется концентрированная молочнокислая закваска. Но если у вас ее нет, этот этап вы просто пропустите. Если вы готовите без закваски, в воде или в молоке, на выбор растворяете дрожжи. Далее нужно добавить сахар, соль, все по рецептуре. Количество ингредиентов указано в описании к этому видео. Для того, чтобы тесто дольше оставалось влажным после выпечки, нужно добавить водки. Теперь всю смесь добавляем к муке и перемешиваем. Далее взбалтываем яйца и добавляем к тесту. Далее вносим мягкое сливочное масло и замешиваем тесто. Общее время замеса теста примерно 10 минут. Последним этапом добавляем сухофрукты. У меня черный изюм. Также можно взять на выбор любые цукаты или орехи. Все, что вам нравится в выпечке. Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на расстойку на 60 минут. После расстойки тесто очень хорошо поднимается. Его нужно хорошенько обмять и подготовить для рабочей поверхности. Рабочую поверхность сбрызгиваем водой и выкладываем влажное тесто. Я дополнительную муку не добавляю, чтобы тесто не было черствым впоследствии. Разделяем тесто по формочкам и оставляем еще раз на расстойку примерно на полчаса, накрыв формой полотенцем. После расстойки отправляем наши заготовки в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 40-45 минут. Ну, вот уже результат я показываю после выпечки. Куличи очень хорошо пропеклись, имеют приятный аромат. И теперь будем готовить глазурь. Добавляем сахарную пудру из расчета 3 столовые ложки на 1 белок. У меня 2 белка, я добавила 6 столовых ложек. А также можно еще добавить немного лимонной кислоты для вкуса. Взбиваем стойкую пену и уже можно украшать. Куличам нужно дать остыть минимум 4 часа, а лучше всего сутки для стабилизации теста. И после этого можно разрезать и посмотреть результат. В разрезе тесто получается воздушным, с приятным ароматом вздобного теста. Всем желаю приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще много других вкусных рецептов.